Эйда-подкаст. Учим татарский. Прощаться разными способами татарща. Потому что в жизни бывают разные ситуации, где нужно прощаться. Где-то мы прощаемся с близкими людьми, с новыми знакомыми, например. Или, наоборот, с нелюбимыми и неблизкими людьми. Или просто со случайными знакомыми, например, где-нибудь в магазине с продавщицей. Мы попрощались просто. Поэтому сегодня разберем разные ситуации и разные варианты. Хорошо, Эльза. Ну, с чего начнем? С какой фразы? Вот слово «прощание» татарща имеет два варианта, два значения. Одно из них — это «сабулашу», когда мы прощаемся, когда мы надеемся на встречу следующую. Мы называем просто «сабулашу». А вот если мы точно знаем, что этого человека мы никогда больше не встретим, возможно, не встретим его живым, да, «прощание» с мертвыми, это уже называется «бэхиллэшу». Бэхилл. Так и говорят «бэхиллбул». Бэхиллэшу больше как «проститься», то есть расставить все точки над «ы», выяснить отношения, чтобы все стороны остались довольными. Вот поэтому есть такая разница. И вот для каждой ситуации, для каждого случая есть отдельный набор слов. Слушай, ну вот дословно же, получается, переводится «сабулашу», то есть это от словосочетания «сабу» — «будь здоров» и как бы «будь здоровенствование», как будто бы, да, если не вникать именно в сущность, что это «сабулашу». Ну да, но вообще оно переводится на русский как просто «прощание», «сабулашабас», да. А есть еще, знаешь, я слышал такое «хушлашу». «Хушлашу», да, это вот синоним. То есть когда мы прощаемся на татарском, мы не говорим «до встречи», да, «до свидания», мы говорим «будь здоров», то есть «желай от тебя здравия», «до наших следующих встреч», можно вот так сказать. Или «живи, пока мы не встретимся», возможно. Или «живи после нашей этой встречи», «будь здоровым», «исянь соубул». Вот в этом смысле. «Соубул» и «хуш», «бул» тоже «хуш», это такое хорошее состояние, так скажем. «Хуш». Если перейти к конкретных фразам, да, то можно еще добавить вот такие красивые фразы, как «исян лекте, куриширгайоссын». Значит, синалисомо понимаешь эту фразу? Ну да, я понимаю. Это значит «в здравии пусть придется увидеться». Это значит... Ну, во-первых, это, конечно, вот если с первого раза слышать, это будто бы «йосын», типа пусть будет написано. Но я понимаю, что есть другой смысл. «Йосын», как бы, ну, пусть так будет предначертано, что ли. Да, предначертано, преднаписано, так и будет. Значит, пусть будет нам суждено встретиться в здравии. Потом, если мы кого-то провожаем, например, с кем-то прощаемся, вот к вам, у вас погостили гости, потом они уходят, и вы можете им сказать «Юлларгас осшекбулсен». Хайерли юллар, тагэн килегис. Эта фраза «хайерли юллар» обычно стоит, когда из города выезжаешь, там такая большая какая-нибудь стелла, и написано «хайерли юллар». Да, пусть ваш путь, пусть ваше путешествие, можно даже сказать, будет тоже «хайерли», в лучшем, в лучшей форме, наилучшей форме. А еще, если, например, мы прощаемся или провожаем кого-то помладше нас, то можно говорить «Олдыгна ортыгна корапьир». Это уж такой совет, куда уж без совета у татар. Олдыгна ортыгна корапьир. То есть «следи за собой». Можно так и перевести, да, как в песне Цоя. «Следи за собой и будь осторожен». Олдыгна ортыгна корапьир. То есть смотри и то, что у тебя спереди, и то, что у тебя сзади. То есть вокруг. Контролируй ситуацию, так скажем. Я подумал, что опять мы возвращаемся к теме, что у татар очень много в языке даже прощания. Мы даем советы и даем пожелания. И это опять-таки, что татары... Я сначала подумал, блин, для татары же созданы, чтобы быть коучами. Типа. Хайерли юл синаг бусан там. Олдыгна ортын на корапьире там. А потом вспомнил, что сейчас главный коуч, которого обсуждают, это Айаз Шабудинов, татарин, между прочим. Которого недавно там поместили в СИЗО. И потом подумал, нет, все-таки татарских коучей много. Окей. Может, все-таки язык влияет на нашу культуру. Айаза обязательно. Или наоборот. То есть, наоборот, наша культура проявляется в нашем языке. Айаза точно инде. Но вот я не участвовала в каких-то мероприятиях Айаза. Не знаю. Возможно, он как раз-таки использовал вот эти аффирмации, пожелания, да, имя своей деятельности. Не знаю. Да. А еще на татарском. И люди не поняли. И такие, блин, типа, за что мы заплатили деньги? Может быть, так. Может быть, отсюда все и пошло. Да, вся проблема. Так. Потом. Можно вообще, если резюмировать вот эти фразы, да, до встречи, до скорой встречи, в здравии, да, встретиться нам пусть. У меня можно сказать то, что татар-лар, алар всегда прощаются с надеждой на скорейшую встречу. И причем встретятся в наилучшей форме, так скажем. Вот. Потому что и там идет такая философия, что можно же встречаться по хорошим событиям, да, по причине каких-то добрых событий. А есть разные другие причины, да, то есть там, если близкие умрут, или там еще что-то, поминки и так далее. Поэтому вот обязательно для них нужно подчеркнуть то, что мы должны встретиться именно в здравии. Исенлекта-саулакта. Да? Вот такая философия, так скажем. Да, я понял. Это очень хорошая философия, то есть вообще мы уже тоже подчеркивали, что у татар есть пунктик на здоровье, да. Татары просто, судя по языку, просто обязаны ежегодно делать чекап организма, потому что миллион раз те за год сказали Исенбул, Саул, типа, чувак, тебе вот уже объяснили, иди займись там. Следи за здоровьем, переходи дорогу на зеленый цвет. Короче, следи за своим здоровьем. Тебе все об этом говорят. Исенбул, Саул. А потом еще они проверяют тебя же, татары все время. Да, то есть ты нам нужен целым. Да, ты нам нужен целый, а потом еще при встрече проверяют. Исенбусис, типа, все ли у тебя в порядке, типа, соблюдаешь ли ты наши советы. Исенбусис, Саулмусис, тоже говорят Саулмусис. Да, вот если это такое, то есть прощание на какое-то короткое время. Но если взять, например, если Бахилляшу, вариант Бахилляшу, то есть, например, все, человек там уже покинул этот мир, так и говорят татар Ларима, покинул этот мир, перешел в мир иной, потому что мы знаем, что большинство татар, ранее мусульмане, даже если они не практикуют, в языке сохраняется вот эта лексика, связанная с религией. Поэтому есть разные пожелания, вот тоже есть небольшая подборка, да. Например, если вам сообщили, что человек умер, то говорят Таким образом они прощаются с ними. Пусть его тяжелая, вот эта земля, которая покрывает тебе талермины, которая сверху, вот эта земля, пусть будет мягким, легким, как пухом, пухом руша шла и талер, бывает, да? Да, да, земля пухом. А вот татаршей талер, ауорту фрага женьэль булсан. Потом еще говорят, ураны женэ тэбулсан, то есть, это отсылка к тому, что татары верят, что человек после смерти попадает, то есть, у него есть два пути, да, или он попадает в ад, или в рай, вот желает, чтобы был женэль тэбулсан, чтобы он попал в рай. А женэль это рай. Женэль это рай, да, есть такое еще и женское имя, женэль. И мне, знаешь, что интересно, что в западном, у каких-то западных народов тоже есть имя женэль. Джанет. Джанет, да. Ну, как Джанет Джексон. Да, да, да. Да. Вот. И, кстати, вот это коллективное пожелание, урана жена Тэбулсан, да, оно тоже, ну, татары верят, что оно тоже работает. То есть, это же пожелание, что если все соберутся и будут желать вот Джанет этому человеку, то шансы увеличиваются. Вот. Причем не только его шансы увеличиваются, а увеличиваются шансы тех людей, которые это желают другим. Вот. Тоже казахфилософия шунды. Потом еще говорят рухэ шотбулсан. Шот – это радость. Пусть его душа. А рух – это как бы душа. Пусть его душа будет рад. Ну, да. Пусть будет веселая и радостная душа. Пусть будет, видимо. Да, да, да. То есть, ну, довольным, довольным, да? Довольным. Вот. Что касается бахилляшу. Прощание надолго. А потом, вот есть отдельный вид прощания, если человек тебе неприятен. О, интересно. То есть, с ним мы тоже, мы не просто уходим молча, да? Но можем еще добавить какую-то фразу. Но это уже человек сам выбирает, добавлять или не добавлять. Вот. Кузиме куренесен булма. Кузиме куренесен булма. Условно, типа, не попадайся мне на глаза. Да, да, да. Пусть мои глаза тебя не видят. Шундырак. Кузиме куренесен булма. Ну, конечно, все знают вариант еще. Китмэннан. Китмэннан. Вот. Но это уже как будто не... Ну, может быть, да, это может стать последней фразой ваших отношений, так скажем. Вот. Вашего диалога. А потом еще есть такая фраза. Коян кильдэн шунда кит. Коян кильдэн шунда кит. Откуда пришел, туда иди. Супер. Ага. Потом. Просто юг был. Исчезни, типа? Исчезни. Юг – это нет, да. Чего-то нет там. Или вообще просто нет. А юг был. Стань ничем, так скажем. Юг был. Исчезни. И еще вот мои родственники прислали. Я тут опрос сегодня провела. Среди родственников там очень разных. Разные интересные варианты. Я поняла, что у каждой семьи есть какие-то свои фразочки татарща. Наверняка у наших слушателей тоже они есть. Вот. Еще такой вариант. Дурть йоган кибла. Тут тоже, кстати, кроется такая религиозная философия. Кибла – это что это? Кибла. Рушайтеляр. То есть это место, направление, куда люди смотрят. Ну да, это вот то, что в Мекке стоит, куда все совершают хадж. Ай-яй-яй. Куда все совершают хадж. И вот при выполнении намаза люди тоже смотрят в сторону кибла. Вот. А тут, когда ты прощаешься с человеком, и кибла – это как будто такая точка, цель, такое место, куда все мысли, цели должны быть направлены. Вот в таком смысле еще используются как метафора кибла. А если ты говоришь человеку дурть йоган кибла, то есть ты можешь, ну вот все, иди куда хочешь. То есть вот на все четыре стороны. Есть такой какой-нибудь аналог в русском языке? Ну вот, на все четыре стороны, мне кажется, подходит. Иди на все четыре стороны. Так, да, на все четыре стороны. Вот. Дурть йоган кибла. Вот. Еще говорят юлларанна окжейме. Белая какая-то, ну что-то там, белая постельная у тебя. Скатертью дорога шлай айтебладрейме. Юлларанна окжейме. То есть, ну вот, все. Гудбай. Вот. Мне кажется, вот примерно вот эти фразы можно запомнить, можно использовать, или если вдруг услышите, вы поймете вообще, что люди от вас хотят, или что они вам желают при расставании, да? Поэтому вот запоминайте, используйте. Эльза, перед тем, как закончим, еще хотела отметить такую вещь, что вот у татар культура прощения, она же какая-то, знаешь, ну вот мы прощаемся долго будто бы. Мы там, например, сидим в гостях, типа, ну все, мы поехали, пока-пока, и такие, а давайте еще чай попьем, типа, это огонь, чай и щайбез. Да, обязательно. Знакомы это тебе? Да-да-да. У меня, кстати, сегодня, я же говорю, вот я спрашивала еще у родственников, какие они слова используют, и они прям отметили, что мы, говорят, сначала прощаемся раз-три раза, потом татары, ну, пьют чай, это понятно, это прям такой, не знаю, раз-десять обязательно нужно попить чай, еще раз, еще раз, посмотреть на часы, подумать, что вроде уже пора, да, но мы, ну, чая еще хочется, и слова тоже не заканчиваются. Айо-шундыни, бесконечное чайпитие, затянувшееся чайпитие. А еще после того, как вы уже попили чай, выходит, вот от орла-рода, еще принято обязательно провожать, да, то есть выходить вместе с теми, ну, если у вас частный дом, если даже не частный, вот именно провожать гостей. Бывает то, что люди провожают, там, не знаю, до автобуса, до транспорта, до машины, да, и обязательно вот пока гости уезжают, они стоят и смотрят, и прощаются, и желают им то есть напишите, как будете дома, обязательно там передайте привет всем знакомым, то есть вот это прям целая процедура, действительно. А еще дают кучтенэш, да, с собой еще какие-то угощения обязательно. Кстати, да, кучтенэш – это тоже по факту культура, в культуру прощения входит. Е-е-е обязательно, там, в пакетик, то, что не успели здесь поесть, или то, что осталось, обязательно с собой еще, чтобы дома человек пришел, там, не знаю, на следующий день, или в этот же день, ну, в этот же день не получится, наверное, все он дает, очень много чая, на следующий день, чтобы человек пришел домой, и у него были какие-то приятные воспоминания из встречи с друзьями, с родственниками и так далее. Вот, такая процедура. Мне кажется, многие с этим знакомы и прям там вспомнят и скажут, да-да, точно, бездашуэйтлери. Я, знаешь, я еще хотел сказать, что это не какая-то новая вещь, а это, видимо, какая-то многовековая, ну, как минимум лет 200, потому что я вот читал у Карла Фукса, он описывал, что он, когда ездил по татарской там деревне, у них был самовар, и он очень много его заставляли пить чай, ну, в смысле, наливали, наливали, что у него уже там живот разбух, ему уже было плохо, но все ему продолжали наливать чай. Да-да-да. Вот, и это интересно, что это еще тогда, то есть, было. Ну, это прям такая отдельная тема, на самом деле, не только прощание, а именно культура принимать гостей. Потому что вот эта фраза, куна-кабарам, куна-гитем, да, то есть, вот куна-гитем, как ты переведешь на другой язык? То есть, принимать гостей? Нет, не только. То есть, делаешь из какого-то человека... Гости. Гости, уважаемого человека, да. То есть, я иду в гости, мы говорим, да, мин куна-кабарам, а еще мин куна-кабалам, а это прям такой отдельный статус, если тебя принимают, как гостя в татарской семье. То есть, айе, действительно, это можно почитать и в каких-то книгах, и в художественной литературе, например, из Хакайда, как они там готовились встречать гостей. То есть, такая интересная процедура. Лучшие гостям и так далее. Это прям отдельная тема, Айнур. Окей. Айнур, знаешь, вот я не случайно выбрала эту тему. Айнур и наши дорогие слушатели, я бы хотела сообщить то, что это последний мой подкаст, то есть, последний выпуск, в котором я участвую как ведущий. Подкаст будет выходить дальше в новом формате, с новым ведущим, поэтому я пожелаю и подкаста, и нашим слушателям, чтобы проект развивался, был интересным и приносил пользу нашим слушателям. Я хотела всем сказать, рахмет, и сен былыгыз, и сен ліктэ куриширгэ яссын, татарша иренігіз, татарша силешыгіз. Рахмет. Айнур, сене тоже рахмет. Сене, Эльзі, рахмет, мені бұл егірмі выпуск бұйнша татартыліні иреніп бордым. Сенің ердемің білен. Сене зур рахмет. Мин бекшат. Ну а пока, больше материалы по изучению татарской визыка вы сможете найти на сайте нашего проекта Айда онлайн. А также во всех наших социальных сетях мы везде представлены. Ищите Айда онлайн, подписывайтесь и ежедневно в таком веселом и коротком формате учите татарский язык вместе с нами. С вами были ведущие подкаста Эльза. Хэм Айнур. Сау булогас, Исен булогас, Хуш булогас, Исен сау, Хуш. Я все правильно сказал? Эйе. Эйе. Исен ліктэ куриширгэ яссын. Сау булогас. Куриширбэ сау булогас. Айда подкаст. Учим татарский.